Добрый, добрый, добрый вечер, дорогие друзья! Это Микрофон на Друг, это студия игрокам ТВ, и мы начинаем трансляцию полуфинала нашего Summer Cup, которую студия игрокам ТВ организовала специально для подписчиков нашего паблика, ну и, конечно же, для фолловеров на нашем канале на Твиче. Ну и полуфинальные команды. Команда Вим, с немного видоизмененным названием в момент пика, и команда Ship of the Art Style. Они уже забрали себе по два героя, команда Вим забирает себе Шейкера и Тайтхантера, ну и со стороны Ship of the Art Style, Лишрак и Гирокоптера. Есть подозрение, что Лишрак не будет у нас стоять на легкой линии, и тем самым забирать линию какого-то настоящего керри. Настоящий керри здесь Гирокоптер, хотя, кстати, Гирокоптеры бывают саппортовыми. А под Лишрака, под Ракетку, под С-Сплит, под Стормлайтнинг тоже, в принципе, может быть проюзан. Тем более, не будем забывать, что это полупрофессионально... Как полупрофессионально? Полуаматорская дота. Вот, поэтому, конечно, может всякое здесь быть. Рубик появляется для корабля Арт Стайла. Ву забирает третьим пиком данного героя. Если не ошибаюсь, прошлую игру он именно на Рубике отыгрывал. И вполне может быть, что сейчас Рубик тоже будет для капитана команды Ship of the Art Style. Команда Вим только сегодня прошла у нас в полуфинальную часть. Команде Сота, а не же Ship of the Art Style, повезло чуть больше, чем команде Вим. Они прошли еще вчера, просто одержав одну единственную победу. А там дальше по турнирной сетке так выпало, что против них немножко неорганизованные коллективы были, которые умудрились отхватить Техлуз в первой и во второй части, соответственно, по очереди. Поэтому корабль Арт Стайла в четвертьфинале ни с кем не сражался и попадает в полуфинал. Но так сложилось, кому больше повезло. Сетку мы строили рандомно абсолютно, без каких-то предпочтений или еще чего-то либо. Поэтому просто вытянули счастливый билет Ship of the Art Style. Смотрим, к чему вообще это приведет. В полуфинале они сражаются против команды Вим, которая отыграла и в одной восьмой неплохо, и в одной четвертой только что достаточно уверенно выглядели. Ну и теперь буду сражаться за выход в финал и за минимум второе место. Проигравший данного вот контеста отправляется у нас в битву за третье место. Битва за третье место, скорее всего, будет проходить в режиме Best of One. Поэтому там уже права на ошибку не будет ни у кого. То есть если здесь проиграл, то максимум, что ты можешь сделать, это заработать бронзовое место и отбить свои мистикалы, которые у нас игроки сбрасывали в общий банк. Со стороны команды Вим забрали уже Шейкера, Тайтхантера и Фейслес Войт тоже отлетает в пик. Притом Вич Доктора забрали, точнее отправили в бан сами игроки команды Вим. Вот поэтому под комбу Фейслес Войта, ну, разумеется, ничего такого не будет. Ship of the Art Style забрали себе, ну, я так понимаю, мидера, скорее всего, забрали керри. Керри на легкую линию или на сложную, в зависимости от того, куда триплу отправят. Ну и один саппорт есть. Надо еще один оффлейнер и еще один саппорт команды Ship of the Art Style. И я бы кого-то, конечно, поплотнее бы взял, потому что Рубику, например, или Шраку Войт лицо-то разорвет. Вот, а у Войта кто будет убивать? Ну, на ранних минутах любой, конечно, а в Лейте свой дом, ну, разве что Гирокоптер будет сражаться на равных. Их надо какого-то еще плотного парня, который впитывал бы дэмэдж. Пока что такого я не наблюдаю. Дисруптор! Тайр, Тин, Бик. Дисруптор в общий пик. Три интовика, один агильщик. Где-то уже такое видел. Со стороны команды Вим, Шейкер Тайтхантер. Два силовика, один агильщик. И тут интеллектуалов парочку было бы неплохо. Я думаю, что мидлейн будет, скорее всего, мульти-скилловой. Например, Квин оф Пейн могла бы здесь, я думаю, зайти смело. Хотя, с другой стороны, и набрать тех, кто будет более-менее выживаемый, тоже было бы неплохо. Например, Темплар Ассасин, мне кажется, могла бы по данному пеку зайти. Против Лешака, например, стоять можно смело. Да, ТА, наверное, хороший вариант для команды Вим. Надо об этом им задуматься. Или хоть кто-то, может, им подскажет. Не знаю. О, пожалуйста. Подсмотрели стрим. Темплар Ассасин залетает в пик команды Вим. Молодцы. Или они молодцы, или я как-то на аматорском уровне начал думать. Скорее всего. Энигма от корабля Артстайла у нас отлетел. Ну, а у эстроту надо было, конечно, прекращать. Команде Шипов за Артстайл, если бы еще Энигма сюда в этот пик зашел бы, то я боюсь представить, что вообще было бы в общем раскасте. Шейкер, Тайтхантер и Энигма. И там просто воет сверху, потом это куплом накрывает и спокойненько заканчивает игру. Варлок. Отлетает в бан. Ну, что ж такое. Все-таки верят в продолжение АОЕ-строты. Видать, смотрели прошлую игру. Прошлая игра, кстати, была, по-моему, с Энигмой и Варлоком. Вот именно от них избавилась. Команда Шипов за Артстайл. Кентавр со стороны Вимов отлетает у нас в... Отлетает у нас в бан. Ну и последний пик. 18 секунд основного времени, 14 дополнительного. Корабль Артстайла нуждается в... Все правильно. Нуждается в нем. В Дарк Сири нуждается. Всех под Геррокоптера кто-то должен собирать. И контролить всех кто-то должен. И собирать всех в Кинетик Филд и Статик Шторм. Тоже обязаны. Дезраптор сам по себе людей-то кучкой в Статик Шторм не закроет. Ну и Дазл от команды Вим. Бим Бэм забирает себе Дазла, Темплар Ассасин для Реалити. Джей Ти. Джей Ти играет у нас на Вайде. Наоми будет отыгрывать на Тайт Хантере. И Хэнни играет у нас на Шейкере. Со стороны команды Шипов за Артстайл. Так, у нас пока кто-то вылетает. Пусть разбирается. Со стороны команды Шипов за Артстайл. Лонли Саппорт играет на Дизрапторе. Дредд будет играть на Дарк Сири. У Чиха играет на Лишаке. Ву. Капитан команды играет на Рубике. И Нобаре играет на Гирокоптере. Ну окей, окей. Подождем, подождем. Все равно ничего никто не видел. Никто ничего не вардил. Будем ждать, как команды зайдут. И расстановку по лайнам определим. Напомню еще раз для всех, что это у нас уже полуфинальная часть. Вот поэтому... Поэтому страсти должны быть на высшем уровне. Все, ждем паузу и... Ждем отжима, точнее паузы и возвращаемся на стрим. Не расходитесь. Смотри. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, возвращаемся. Все. Отжали паузу, все вернулись на свои места, все готовы сражаться и выход за... выход в гранд-финал тут у нас на кону стоит. Так что есть за что вообще побороться. Ну, ладно. Вим уже отправляет у нас фейслесс вайда в легкую линию. Туда же к нему, я думаю, отправится Шейкер и, скорее всего, Даззл. А если Шейкер куда-нибудь в другое место, Даззл точно к вайду. Темплар Ассасин отправляется на мид-лейн, это не обсуждается. Или Шрак тоже отправится у нас на мид-лейн. Пробустили ее на один танго, просто чтобы как-то отконтролить свою линию. Ну и на легкую линию отправляется у нас Дредд на... Ой, точнее, на сложную линию отправляется у нас Дредд на Дарксире. В легкой стоит три плана. У Барри, Дезраптор и Ву на Рубике. Ну, что, файт у нас за топ-руну будет, скорее всего. GT на фейслесс вайде, у которого, кстати, вкачан таймблок. Первую же секунду. А не туда ты повернул, кстати. И могли же развалить Лешрака. И не было у него сплит-оса. И могли его разваливать, даже не переживая об этом. Ну, как-то фейслесс вайд не сориентировался, развернулся убегать. Думает, о, у меня руна баунти, пошел я отсюда. Извините, все, я все, что хотел, я получил, я ухожу. Тут реально можно было ФБ забрать, даже не улыбаясь. Потому что фейсура от Шейкера была грамотной и хорошей. Вот, или Шрака закрыли, отрезали от своих. Отрезали от выхода на собственный хайграунд. Поэтому могли разбивать. Да что ж такое-то? Ну, давайте смотреть по расстановке лави. Трипл аут команды Вим на топ-лейне. Будет стоять трипла против Дарксира. Трипла внизу от команды Сот, которая стоит в соло против Науми. Стандартная такая ЦМ полупрофессиональная дотка. Так, дреда у нас закрывают, и дреда должны здесь развалить. У него, кстати, есть деньги на ТП, и по-хорошему тут надо делать ТП аут. Надо делать, но он почему-то не решается сделать ТП аут. А он просто решил руками вообще уйти. Ногами, точнее, какими руками уйти. Уйти сам по себе. Сделал бы ТП аут, ушел бы даже не вообще переживая. Может быть, решил сэкономить время. Потому что бежать пешком потом на собственные лайны, это сложно. Решил, видимо, вот так вот. Лучше я отдамся на ФБ и прилечу быстренько на ТПшке на топ-лейне. Хотя бы фарм некий получу. Ну, сыра ситуация будет, я думаю, все время такая. Шейкер, когда будет выходить у нас с отводов и нападать на Дарксира, у него проблемы не закончатся. Тут Дарксиру реально дальше этой линии, по большому счету, переходить нельзя. Потому что если здесь вот становится фиссура, то Дарксир у нас единственное, что может, это монсить между кустами. Ну, это не так-то просто. Против Файда с блинком, против Шейкера с еще одним станом, который сейчас появится. Там далеко, в принципе, не убежишь. Тайтхантер 0-0 к крипам не подходит. Дарксир у нас 3-0, но при этом одна смерть. Ну и первый по фарму у нас Темплар Ассасин и Фейслес Войт на втором месте. Совсем немножко уступает своему же мидеру. Бим, здесь за дело взялись немного получше. Ну и дальше уже шестое. 6, точнее, у Лешрака и 7 крипов у нас у Гирокоптера. 3 у Дреда на Дарксире. Ну а дальше, дальше без фрагов, без крипов, точнее, практически. Вим выигрывает по голде уже 1000, по экспириенсу 200 в пользу команды Сота. Ну вот то, о чем я говорил. Темплар Ассасин, которая против Лешрака, ну, прям на 5 баллов просто заходит. Через рефракшн фактически Лешрак не пробивает. А чем Лешрак славится? Лайтник с Сормом, который наваливает постоянно. И с Плитвесом, который редко, но если попадает, вроде как плохо. А если он попадает по Тумплар Ассасин, которая в рефракшне? Ей пофиг на это абсолютно. Дэмэджов у нее не наносят. Вот да, она может просто простоять. Скорость атаки у Лешрака тоже небольшая. Пока этот весь этот рефракшн собьешь, можно с ума Лешраку сойти. Ну и Вим здесь просто перефармливает своего оппонента. 16 на 5 против 10 на 2. Ну и на первом месте идет Фейслес Войт. 21 на 3. Поэтому неудивительно, что Вим по голде выигрывают. По экспе, правда, немного отстают. Но это из-за шейкера. Нет, не из-за шейкера. Это вот из-за кого. Второго левела Тайдхантер. Ни одного крипа не убита, не задана. И она вообще ничего такого. Так, ну первые артефакты уже не за горами. У Фейслес Войт, да, я так понимаю, ПТ-шка будет появляться. У Темплара Ассасин у нас фейсбутцы уже практически готовы. Рефракшн третьего левела. И почти есть ульт. У Тайдхантера второй левел тут никаких артефактов. А что тут по керри? Гирокоптер у нас уже с рейсбэндом. И есть у него бутсов спид. Готовится в Аквилу, скорее всего. Правда, мог бы уже себе базилку и принести. Что это за такой моднявый парень? Обычный моднявый парень. Ну и Гирокоптер пока что фармит. Да, он фармит похуже, чем Войт, но ему не так-то просто. Все-таки рейнжевой герой, да и Тайдхантер. Рядом может настрелять, может тем же инкарсмэшем порезать дэмэдж. Дизраптор отрезает у нас на чуть-чуть совсем Тайдхантера. Еще и дэмэдж по нему сверху. А к чему, собственно, все это движется вообще со стороны команды Вим? Они просто зависимы здесь от трех ультов своей команды. Это Хроносфера Вайда, это, конечно же, Эхо Слэм от Шейкера и это Тайдхантеровый Реведж. После этого драка должна пойти уже в их пользу. Со стороны команды Сота тоже раскаст достаточно мощный. Шрак плюс Дарксир плюс Дизраптор и, конечно же, все это сверху поливает Герокоп. То есть раскаст огромнейший, мощный, сильный, лишь бы не попались все. Но у меня есть подозрение, что Вим в ловушку своих скиллов сами могут попасть. Потому что когда Тайдхантер дает ульту, и все заходят быстренько разваливать всех, кто у нас там в стане стоит со стороны соперника, они как-то очень кучно движутся. Но это практически всегда такое. Просто глаза квадратные, голых бить, они под ультой Тайдхантера. И в это время собирать всех под Кинетик Филд и под Статик Шторм Дизраптора очень просто. Это делает Дарксир одним-единственным скиллом. И после этого туда же стеночка ставится, и за 3-4 секунды команда Вим может рассыпаться. Ну, готовится врыв на мидлейн, как я понимаю. Лишак, правда, давным-давно отсюда ушел. Лишаку не очень комфортно. На линии никто, кстати, не появляется. Вижен здесь от команды Вим. Ну и Фессура и Шейкер, вот вы видите, да, докуда? Вот отсюда. Достает. Лишак как раз у нас на грани стоит. Нюхеник готов зайти в спину. Кстати, здесь недалеко у нас и Ву находится. Попробую по файте. Я не понял, кстати, Вижен был ли или не было у команды Вим. Но теперь-то Рубик должен понимать, кто за ним гонится. Поднимает у нас Шейкера. А почему Шейкера не поставить у нас сюда вот к Таверу? Чтоб его Тавер дамажил, и Шейкер бы у нас просто слился, как тряпочный. Кстати, демеджа много влилось. Герокоптер. Роскошная ульта у нас от ноубарии. Ульта просто по ноубарии. Темпа Рассасин забирает у нас Лишака, и счет становится 0-2. Курьер ужас на меня наводит. Войд все это время фармит. Пока на миде его команда развлекает своих соперников. У Войда уже 51 на 11. Против 38 от ноубарии и 40 от Темплара Рассасин. Но Темплара Рассасин мало того, что убивает, она еще и мид. Перефармила достаточно уверенно, и по Нетворсу давайте посмотрим. У Темпларки 3500, у Лишака 2300. Собственно, вопросов как бы нет больше ни к Лишаку, ни к Темплару Рассасин. Естественно, мид в пользу команды Вим выигран. Наоми тоже у нас немного страдает. Примерно так же, как Лишак со стороны команды Сота. Вот, но у Наоми хотя бы эскейп из всей этой ситуации есть. Он может смело пойти через Кракеншейл и Энкор Смэш. Выфармить Эншентов громаднейшую пачку. Ну, для этого как раз и стакать, чтобы потом прийти и заняться фармом этих ребят. По Галдеве им выигрывают 2.5, по Экспириенсу они выигрывают 1300. Ну и пошел заход в спину Дарк Сиру. Шейкер уже здесь есть, фиссура достаточно плотненькая от Шейкера. Пытается Дредд уйти, как раз у нас еще и под Тотем. Ну и тут просто конец игры для Дарк Сир. Даззл просел невероятным образом вообще у нас по ХП. Глимсонуть бы назад Дизраптору, но Дизраптора почему-то маны нет. Зачем пришел? Просто посмотреть, как умирает Дарк Сир, как я понимаю. Просто даже если бы пришел у нас Дизраптор еще при живом Дарк Сире, что Дизраптор делал бы? То есть на ближайший спелл еще столько же маны, сколько у него есть сейчас. Тут одним кинетик филдом бы не спасти своего друга. Прилетел и прилетел. Нервы как-никак. Вроде как бы это все правильно, что надо прилетать, надо сейвить своего тиммейта. Фаст ТП сразу же. Но с другой стороны, как этот Фаст ТП мог бы помочь Дарк Сире, если у тебя совершенно нет маны, а ты вроде как нюкер. Закрывают у нас ВУ. Шейкер здесь просто жоп, кстати, в этой игре. Постоянно удачные фиссурки. Немножко Templar Assassin перебаковала и будут Рубика забирать. Ой, точнее будут Дазла забирать. Рубик остался в живых. Рубика лоу хп, он отпевается и все, он довольненький, все хорошо. Денег тут Сота должна была заработать прилично. Тысяча голды для них 940. Экспириенса тоже капает для команды Сота. Ну и камбэк какой-никакой, но все-таки состоялся. С трех с копейками до двух. Отставание сократили по золоту и по экспириенсу. С тысячи с лишним до трехсот. Но Барри в это время на легкой фармит. У него уже есть Мордик Маск, у него есть Аквила, у него есть Фейсбуцы. В принципе, это Геррокоптер с одним Доминатором и Аквилой. Имеет достаточное количество дэмэджа, чтобы в замесах качественно себя реализовывать. Даже не столько артефакты решают. Артефакты такой маломальский буст, который получает Геррокоптер. Но с этим бустом он может долгое количество времени жить и следовательно и много надамажить. Рубик просел по хеллс-поинтам быстренько отсюда валить. Утемпларки готовятся к покупке барабана, и Рубик пошел отдался нейтралам. Или не отдал. Он убит нейтральными крипами, просто посмотрите где. Может все-таки кто-то вышел и просто по голове настучал. И такое могло быть, и под ноль он не закупился к тому моменту. Так что я подозреваю, что может просто где-то недоконтролил у нас ВУ. Вообще по фарму первые два места, обратите внимание, занимают игроки команды ВИМ. 5000 вайда. В войд-файтах практически не участвует. У него один несчастный ассист, но при этом 80 крипов за 11 минут. Неплохой показатель. Мом уже имеется. Глосс оф хейст есть тоже. Скорее всего готовится выход, как я понимаю, на... Готовится выход у нас в Мейлстром. Может и так. Ну что, команда Сота перемещается на нижний лай... На топ-лейн, точнее. Собирается в Вайдак, я понимаю. Поймать здесь? Ну, недалеко от него находится Даззл, недалеко от него находится Шейкер. Поэтому просто так дать умереть своему керри вряд ли кто-то сможет. Плюс здесь еще есть Хроносфера, восьмой левел. Бэктрек первого левела. Ты же в соло стоишь, чувак. Зачем тебе таймлок? У нас с другой стороны, зачем тебе бэктрек, если ты в соло стоишь? Тоже непонятно. Ну, качал себе и качал. Девятый левел сейчас, получается, у нас Войты. Рубик перемещается на нижний лай. Здесь Герокоптер развалился. Причем очень быстро. Темплар Ассасин по ДД с хостой. Непонятная ситуация. Драма Фендеренс уже приобретен у нас для Темпларки. Ну и по Нетворцу она по-прежнему на втором месте. Вообще по золоту опять к трем тысячам графики идут в пользу команды Вим. По экспириенсу чуть более тысячи. В это время Фэйс Лос Войт забирает у нас Дезраптора. И непроюзанная Хроносфера до сих пор. Команда Вим уверенно смотрится. И появляется Даггер для Тайтхантера. Наоми вроде так сильно терпела у нас на линии. А теперь смотришь на команду Вим и вроде по всем линиям победа. Выиграны действительно все лайни. Мидлейн 100% за Темпларкой. У нее 5000 Нетворц у Лешрака. 4300, но у Темплара еще и убийство есть, а Лешрака. Ну та же история у Лешрака. Ну не знаю, Темплар с количеством денег, которые у Лешрака, мне кажется, поагрессивнее, ну поопаснее немножко. Прочекали ситуацию игроки команды Сота. Там увидели, что смещаются на медлейн. Ну и не огорчаются. У нас ТА быстренько переключается на Тауэр. А кстати, ТА-то сейчас глимсонук назад. И ничего хорошего ее не ждет здесь. Нет, не глимсонулить. Дезраптор какой-то немножко испуганный в данной ситуации. Близко не подходит. Мало ли вдруг из лесу кто-то выйдет. Например, Шейкер. Воид продолжает фармить на ту плену. У него появляется уже Митрилхаммер. Совсем немного до Милстрома остается. Ну, качественный, быстрый Воид, которого скорость атаки не подведет. По идее, в этом матче, там уже в фоносфере, скажу еще раз, масс дэмэдж, который от Тайдхантера вольется. И который вольется от Шейкера за счет Эхо-слэма. Все это будет просто добиваться потом Вайдом. Поэтому ему необходимо. Масс дэмэдж по всем. Баттл Фьюри это не самый лучший артефакт на Вайда. Ну, я так думаю. Вот. Лучше взять что-то, что он вроде дамажит и всех. А при этом еще какие-то полезные штуки дает. Например, скорость атаки. А Милнир действительно скорость атаки дает очень даже приличную Вайду. Единственное, от чего он страдает, это действительно скорость атака. Поэтому собирает этого героя обыкновенно максимальное количество атак спида. Ну, такая, около пассивная дота. 15 минут, 8 фрагов всего лишь. Только что мы смотрели матч. Там команда Скул Найн играла против Тайма. Так-то в этом матче за 18 минут было 44 фрага. Ну, показатель так показать. Экшен нон-стоп вообще по всей карте. Здесь у Чиху просто расковыряли. Ну и Рубик тоже у нас умирает. Умирает в это время на нижнем лине. Хроносферу Войт не пожалел. Ну, Мидер умирал поважнее. Поэтому на Мидера и было все наше внимание обращено. Дреда ловят. Еще и Тотем по нему. В принципе, сейчас-то все же у него закончится. Здесь есть чем подступить. Дреда убивает. Эхо-стем у нас от Хэни. Не жалеет ульты. Вот такое-то дело. Ну и Онли Саппорт умирает у нас еще и от реалити. Которая на Темплар Ассасин просто расковыривает своего соперника. И дальше за Рубиком. Ву поднимает у нас Темплар. Не на голову Наоми. Наоми через 10 секунд будет дайк. Девок в спину Рубику. Рубика засловили чем только могли. Поисбутся будут уже сейчас. Еще один удар. И Тайтхантер забирает 11-й фраг для команды Винни. 2-11. Становится счет. Бим-бэм отсюда пытается улететь. Не получается. Решрак его стопит. Ну и Темпларка пошла разбираться. Кто же ее саппорта здесь насилует. И что издевает. Реведж пошел от Наоми. Тайтхантер просто дегераут. И там вакуум. Так уже под ноги Тайтхантера. Он должен отсюда уйти. Никоим образом Тайтхантера не догнать. Темпларка тоже отсюда убежала. Темплар Ассасин. Что-то уже должно быть. Да. Реалити приобретает себе Яшу. У Наоми. 1000 голды. И Аркан Буццы появляются. У Шейкера. Тоже есть Аркан Буццы. 1000 голды на руках. Фейстерс Войт уже у нас за Т2. Запрыгивает. Кстати Т2, которого и нет. Подошли. Немножко тут Тауэр попытаться забрать. У Войда Войт просто остался в соло. И вы видите, что Войт делает. Никого не щадит в принципе. 3-0 у него счет. 123. Крипстат. На 17-й минуте. А это я хочу вам сказать до хрена. Фрифарм не фрифарм. А фрифарм. 123 на 31. Класс. И появляется еще и Митрилхаммер. То есть о безопасности своей и своей команды заботится Войт. Не просто лидер дэмэдж идет. Хотя в эту ловушку сложно было бы попасть. Ну, но Бадди просто разваливается. У нас от команды Вим. Темплар Асасин забирает четвертый фраг для себя. Еще у него удар по Дреду. Там трэп. Трэп немножко поздновато провязали. Ну и даггера, конечно, не хватает. Реалити. Под рефракшн. Дреда убивают. Наоми. Вместе с Темпларкой. В посте не ходит. Кстати, и Темпларки иллюзия. Там, может, Наоми расковыряет. Это ТП-аут делает, чувак. Это же элементарно. Войт у нас прыгает. Умирает. В итоге Тайтхантер здесь. Ну и Джей Типп начинает бить просто по головам. Кого вижу, того выплотят. Мега килл для Войта. 5-0 счет у него. Ну и здесь еще и онли саппорта закрыли. Это, скорее всего, Тимвайт. Но думаю, к этому все движется. Я, Тимвайт, не стал дальше прыгать. Но 4 в 1 подралась команда Вим. Голды для них больше. Экспириенса для них, разумеется, больше. И Темплар Ассасин пока что никто не убивал. 5-1 у нее счет. 5-0 счет у Фейстас Войта. 10 фрагов на двоих плюс ассисты. На Темпларке сколько? 4. И 1 у Войта. Ну, то есть почти во всех драках присутствовало. Либо один, либо другой. Войт прыгает у нас на Дизраптора. Кенедик Филд себе под ноги. И Войта уже действительно не остановит. Астапа бокс-трик. 6-0 счет. Рубик забирает себе фессуру. Ой, Войт, да ну! Да ладно! Нет, улетает все-таки отсюда. Войт подхилил его. Очень вовремя дазл. Наверное, может, и Грейвун-то все-таки бы спас. Но... Просто взять и умереть на ровном месте по таверам. Не пойми вообще зачем. Это было бы очень жалко. Ну, Войт отсюда уходит. Обиделся. Свое дело выполнил. Просто ушел. Не напрягаясь. Вот теперь в лесу, я так понимаю, будет дофармливать свои артефакты. Хотя и линия здесь плотненько так подпушена. Крипов много. Зачем, в общем-то, и в лес выходить. Так, Геррокоптер у нас. Он Теплорасасин. Очень плотно страдает. У Тварки уже есть Огрклаб. 1600 есть на руках. Нободи. У него 50 кп. Тварки пытаются контролить. И законтролят такие. Рефракшн не проезжал у нас во время реалити. Поэтому отправился в таверну. Но, опять же, в это время есть план Бернадис Войт. Который нафармил уже себе на Блэк Кингбат. Теперь ему не страшен Дарксир совершенно. Ему не страшен Рубик. Естественно, Форсир. И половина Геррокоптера тоже. Не жалеет Хроносферу Войт. Сейчас развалит у нас на Барри. А ну-ка, переключаешь ли ты ПТ-шку? Не переключает. Просто БКБ включает и уходит. Переключает. ПТ-шку у нас сходит. Скилловой. Ну и просто делает ТП. Вот БКБ. Можно улететь. Ну, круто. Слушайте. Правда, скилловой вводит. Джей Ти здесь отыгрывает очень как-то так. Интересно, грамотно, спокойно. Самое интересное, что без паники. Провязал БКБ, отошел. Поменял ПТ на Интеллект. Провязал ТП. Все. Я думал, он провязает ПТ-шку на Интеллект. Поменяет точнее, чтобы сделать у нас эскейп. За счет таймволка. Нет, он это сделал. Он просто провязал ПТ и улетел на ТП на собственный фонтан. Тоже решение хорошее. По-моему, даже верное решение. Я тут со стороны смотрю и... Не все ходы просчитываю. А у Вайда получается очень даже ровненько. Но это видно по счету. 7-0-1. Он расфармлен. Он в таких моментах, в которых можно было и не выжить, выживал. Вот что говорит действительно о хорошем скилле игрока. Аккуратность. Неплохой скилл. Широшаны заберут. Если вдруг не влезет сюда команда Сота. Если влезет команда Сота, то, скорее всего, и команду Сота. Роху сейчас уже забирает у нас коллектив Вим. Темплор Ассасин поднимает Эггис. Драться после поднятия Эггис. Это лишнее. Наоми врывается у нас на хаграун. Джей Ти. Через 2 секунды на Назвера. Эхо Слэм под ноги. Под БКБ Джей Ти просто плевал вообще на всю команду Сота. Да, потеряли Шейкера. Но Эхо Слэм был дан. Перед смертью Шейкера. Собственно, все, что мог он сделать, он сделал. Фиссуру единственное, что не положил с Тотемом перед смертью. Но, еще раз говорю, Эхо Слэм это главное. Для чего берется Шейкер. В масс-файтах. Не Фиссурой там решаются вопросы. Я говорю, всякие штуки там, тактически, типа разделить пополам команду Фиссурой. Отделить от них от других. Развалить двоих, потом развалить еще троих. Вот. Это все, конечно, классно, интересно. Но Эхо Слэм это Эхо Слэм. Одна единственная большая красная кнопка. У Темпларки уже готов БКБ. Почему-то не летит. А, летит, летит, летит. Летит и готовы криты у нас для Джейти. У него 8-0-3 счет в данный момент. Он так особенно и не переживает. Кстати, прыгает и есть у него хроносфера. И можно четверых поймать в хроносферу. Линцуют его назад и просто убивают. Также убивают Темплара Сази. Ну, какой воин опасный. Темпларка без БКБ. Курьера отправили назад. Темплар Ассасин здесь и останется. О, как много команда Вим подарила своим соперникам. Сейчас посмотрим Fight Recap. За Войда и за Темплар Ассасин. 4532 на 23-й минуте. Охренеть просто. 1746 получает Гирокоптер. 898 руби. 953 получает Дарксир. Даже Дезраптор, который умер. И то разбогател на вот этой вот акции. По голде, конечно, много здесь подняли игроки команды Сота. Правда, проигрывали они более чем много. И еще бы 2-3 файта. Можно было бы все это отыграть. Но если дадутся, конечно, какие команды верят. Так, по лайнам давайте пробежимся, где кто у нас вообще обосновался. Там Дарксир на сложной линии. У Дарксира уже есть даггер. У Дарксира есть мека. У него есть Солринг и тапок. На мид лейне что-то у нас. Лишрак с Бладстоуном. Кстати, неплохо так зарядов. Лишраку накапало в Бладстоун. И всякие вспомогательные артефакты имеются. Но ничего такого особенного, кроме Бладстоуна, и нет. Хотя и заряды на Бладстоуне тоже есть полезная. То, ради чего он и покупался. У Рубика немножко совсем остается кот даггера. У Гирокоптера уже есть БКБ. У него есть Фейсбутсы. Есть Рингов Аквива. БКБ Гирокоптер, кстати, ни разу и не юзал. Вот. И Нобади вообще не так, конечно, хорошо смотрится, как мейнкерри команды Вим. У Вайда счет 8-1-4. Да и по Мэтт Ворсу, я думаю, там все получше. 13 с копейками у него против 9300 со стороны Гирокоптера. Ну и вообще двойка лидеров команды Вим оторвалась очень прилично от двух преследователей состава команды Сота. В прошлом файте Фестис Войт у нас так и не дал храна. Атмосферу. Там его законтролили очень хорошо по таймингу. Рубик плюс лишрак. Вот. Войт у нас отправился в таверну, не нанеся ни единого удара своим оппонентам. Ну Вим продолжает у нас давить на нижнем лайне. Нободи. Закрывает у нас трансферу GT. Он под БКБ, в принципе. Опасности для него немного здесь. Вот. Трансфера у нас от Рубика в ответ. Закрыли Кенни. Ну, в общем-то, Рубик в Соло-то его не развали здесь. Ну, если помощники придут, можно. Эхо слэм у нас от Шейкера. Просто на последнем издыхании. Грейв сейчас закончится. Шейкер отправится в таверну. Где же наш Войт? Войт мог бы ворваться здесь и просто всех расковырять. Ну, близко уже лишь рак. Просто термоядерная бомба. Вот теперь вырывается у нас и Войт. Стадик Шторм под ноги у нас на Омми. И просто рассыпается команда Сота. Гирокоптер байбэкнулся, да, я так понимаю? Да, гирокоптер у нас байбэкнулся и уже. Здесь вот и гирокоптер вроде как GT может навалять. Но GT под Момом. GT, если развернется, вместе с Тайтхантером Гирокоптера, я думаю, убивает. Не так много демэджа от Гира, в частности, этот Рокер Бараш, много-то и не сделает в Войду. Если, конечно, рядом будет у нас Тайтхантер, но Тайтхантер подходит, все. Я думаю, примерно на этом первая катка может и закончиться. Подход уже под хайграунд от команды Вим. По ультам, конечно, все потратили игроки команды Вим. Единственное, кто тут... Да, всех, в принципе, да. Важных ультов все у нас отлетает. С другой стороны, преимущество команды Вим уже такое, что не от ультов, конечно же, исход файта зависит. Лешрак у нас дынается, понятное дело, что Бойт его не отпустил бы. Ну и нижняя линия падает. Крепы уже подосперят, все. Протекшн заканчивается, разваливают из Раптора. Разваливают у нас Лешрака, Рубика, Гирокоптер. Два раза у нас в таверне за последние... за последнюю минуту. Ну и тут, конечно, игру эту действительно надо заканчивать. Что-то на данный момент уже 10.31. Ну и по голде, я думаю, вы видите 17 тысяч Вим. По экспириенсу 15 тоже для команды Вим. Внешних тавров не осталось, поэтому на любую линию идти. Так, у нас пошла стяжка от Дреда. Сразу же Храносфера от Фейзнас Вайда. Храносферу забирает у нас Иву. Но Вайду не страшно, Войду смог бы и подраться. Куда же ты ушел? Вот, ну да. В итоге у нас Чихамадара очень плотно поджигает команду Вим. Но надо побыстрее все это заканчивать, потому что здесь и останутся. В Статик Шторм попадает у нас Наоми и Реалити. Реалити развалили. Наоми на ЛОКП пытается отсюда утиклим. Сует назад его Дезраптор. Ну и четверых потеряли игроки команды Сота в очередной раз. И забрали за это Темплар. Может даже еще и в Плюсе останутся. Нет, Плюсе, конечно, не останутся. Линия упала. Вот, поэтому денег... Ясен пень побольше, как в команде Вим. 4 в 1 файт закончился. Счет становится 11.35. Но это вопрос времени, когда Вим додавят своих оппонентов. Сота здесь уже проигрывает на очень много денег. 24 тысячи примерно по голде. И по экспириенсу почти двадцатка тоже в пользу команды Дайер, команды Вим. Ну и по артефактам давайте пробежимся. Дайдалус появился недавно только после Свойда. Есть деньги на байбэк. Еще и сверху куча. Так по артефактам мы, в общем-то, видели. Мьелнер может даже и не критичен для Вайда. Сам по себе Мьелнер немного ценность не несет. Разве что скорость атаки. Ну, бабочка, мне кажется, в этом случае еще и пополезнее будет. У Шейкера уже есть Даггерс. Шейкер почти с готовым форс-стаффом бегает. Рубик Тайтхантер. Тайтхантер у нас уже с Пайп оф инсайд. У него два персика готовы. Осталось только рецепт на рефреш-рорб. Арканбулцы есть. То есть маны вроде как на все должно хватать. У Темплера Ассасин есть Дезолятор. Не весь, не весь, не весь. Митрилхаммер еще один необходим. Ну, Дезолятор, думаю, в скором времени будет. Потому что то, как дерется команда Вим, позволяет думать, что деньги капают действительно очень серьезным потоком вливается в эту команду. Ну и Дазл уже с Глиммер Кейп. Есть у него форс-стафф, Арканбулцы, Урдов Шадлс и Ворды тоже для Бимбэм. В прошлой игре, кстати, Бимбэм на Энигме просто половину игры сам сделал. Половину игры сделал он, половину игры сделал второй саппорт команды Вим. Хенни, он играл на Варлоке. С саппортищем Варлоки. И там они вдвоем через Блэк Холл, через... Через Големов. Варлока вообще вместо живого не оставляли ни на керри, ни на саппортах, разумеется. Ну и очень ранний вообще прорыв был у нас от Энигмы лесного. Воид приобретает себе Хипперстоун. Все-таки будет готовить... Будет выходить в Мьелнер. Все, Мьелнер уже готов. Курьер этот артефакт ему понес. Если есть деньги, почему бы их не тратить? На Байбэк Воид не копит. Не верится ему, я так понимаю, что могут его слить. Но в данном случае уже как-то ПТ, наверное, на силу надо переключить, чтобы где-то ненароком не было недостатка. Там 100-150 хп, которые ПТ-шку... Которые ПТ-шка может тебе дать. Скорость атаки много, демеджа много за счет артефактов. Вот, поэтому ничем он, в общем-то, и не жертвует. Роха очень быстро сыпется. Никто из команды Сота сюда близко не подходит. Рошан для команды Вим и, скорее всего, будут заходить на хайграунд и, возможно, заканчивать эту грудь. Я думаю, это было бы разумно. Вот. Игра, конечно, уже слабо вывозимая для команды Сота. Гирокоптер. Это вроде как такой герой, который может камбэк сделать, но не в его положении. 3-7-2 счет для гирокоптера. Если только не рэмпэдж 1, потом рэмпэдж 2, то тогда, конечно, можно подумать о камбэке. А так команда Сота мне не вселяет у меня никакого доверия. Ульта Дазла, значит, будут заходить на хайграунд. Темплар Ассасин с Дизолятором, с Энджин Яшей есть, есть БСБУЦ, есть БКБ, врывается Войп, трансфера по двоим, он с запорта развалили, Дреда развалили, куда еще у нас его Тайпхантера, туда же отправляется Лешрак, Дарксир у нас выкупается, погоня за гирокоптером, погоня. Древнерус Ну это ГГ от команды Сота уже издевательства, просто на базе ультракил и рэмп отшот, соответственно, свайп. Под конец, просто чтобы закончить игру, так закончить. ГГ пишет, команда Сота в пятерых Тайпхантера отправляет Войт. Игра, я думаю, что в любом случае завершилась, даже независимо от того, сражались бы дальше или не сражались бы дальше игроки. Команда Сота, ну что, первая катка в формате Best of 3 за командой Аган, только команда называется Вим, прозрачная курочка. Команды небольшой перерыв, 2-3 минуты, вот, и подключимся в лобби и вернемся ко второй игре. Пока что Вим оказывается сильнее, и они в одном шаге от выхода в финал. Первый полуфинал, еще раз напомню, это Summer Cup на канале Игрокам ТВ, турнир, который вызывала наша студия специально для наших подписчиков. Поэтому будьте нашими подписчиками, играйте с нами, получайте эмоции и пусть вашу игру увидят все ваши друзья, да и просто люди со стороны. Все, до связи, 2-3 минуты, небольшая пауза и возвращаемся на вторую ответную катку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok